12 час мы все тут собираемся, не знаем куда уложиться в нашу маленькую машинку ну что ребятки наш боевой конь готов готов к завтрашнему марш-броску смотрите это у нас так мы все время почти 5 утра выезжаем что выезжаем из города это развязка на новосибирскую трассу развязка возле мол совхоза и предприятия крызы бывшего картонно-рубиродного завода на заправку лукойл бензин почем здесь интересно 92 ну что заправились добись к 134 километра погнали нам надо нашу компашку показать да вот компашка лариса компашка это я насть привет тебе и андрей а меня чего не надо я никогда в кадр не попадаю и юрик всем привет ты разве есть я ему предлагала под ноги что-нибудь тоже положить мы вообще надо сказать затарили машину отъехали одну например и километров тридцать видим уже почувствую тракту рей мы сразу по нему ехали как выехали на трассу новосибирск бордово просто сейчас уже конкретно выражены когда свернули на письмо от новосибирска а ты взял с собой листочек достопримечательностей которые ты будешь посещать не все стало легенду забыл ребят там солнышко просыпается ооо такое заревое время без 10 6 едем и радуемся никого нет хорошо так ехать дорога чистое надо еще раньше выезжать проезжаем реку бия проехали только что в биск что справа что слива одинаковые еще от 30 лет заехали на заправочку газпром спрашиваю тут у товарища который заправляется почему бензин он говорит наверно 43 а мы заправлялись когда выезжали по 40 рублей 80 копеек хоп лариса пошла заплатила оказывается 40 рублей 55 копеек так что еще дешевле ну вот мы решили здесь перекусить настя уже заняла свое местоположение позицию что нас классная позиция машина при свете солнечного дня так все у нас пока окей джерайт первый завтрак который любезно нам соизволила соизволила приготовить моя жена лариса видите она как обычно претензии предъявляет ко мне у нас бомб штур вот котлетки Андрею не понравилось нормальный тур все все на позитивчике да на 20 лет астали от жизни мы как 20 лет назад на дальняк все с собой внучка Настя покажет каждого из нас давай ой я пришел с работы сейчас хочу полежать и в танки поиграть баба лариса баба лариса ой Настенька что ты хочешь я хочу конфетку вот тебе конфетку это я вот так вот ребята пока гостеприимная заправка газпром здравствуй чуйский тракт опять вот заехали в деревню сростки где родился и жил шукшин смотрите вот такой вот храм здесь или что это ну пойдем вот здесь вот справа пошла уже река Катунь видите мы как близко подъехали прям по берегу едем а слева уже начинаются вот такие каменные отвалы а вот сейчас слева загудело это там ну-ка еще раз слышишь да это я значительную полосу наехал предупреждает меня что приехали мы на границу алтайского края с республикой алтай сейчас пофотаемся поснимаемся так вот сейчас мы смотрите через несколько шагов перейдем границу алтайского края с республикой алтай так 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 проходим 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 вот все я уже в республике алтай а вы еще в алтайском крае уже тоже в республике а вот это типа юрты и символизирует наскальные рисунки о видишь это тут типа турист да с фотоаппаратом он смотри какой он металлический и собака у него смотри тоже туристическая а вот а вот знатные туристы то спи сфотоваться люди он мощный мужик смотри под девять метр под два метра до да ну выше тебя на 20 сантиметров примерно а вот сюда в собаку можно кидать денежку если хотите расстаться со своими деньгами пожалуйста данный архитектурный комплекс создан по инициативе главе республики алтай александра васильевича бердникова вот это спуск спуск к реке катун ухты какая она быстро я тебе рассказывал же помнишь смотрите смотрите какая мощная река тут было такие мини гидроэлектростанции вообще классно бы были в да теперь я ее снимаю я это не обманул я я потом просто вычеркнуть этот эпизод ты же смотри смотри ты уже едешь туда конечно вот смотрите тут замочки понавишили да как как наша внучка говорит замочки любви данность вот мы в майме вот оно такое селение тянется вдоль дороги магазин продукты пекарня настя решили купить пирожки подъехали к магазину к одному купили мороженое и ко второму и рогатчу то у нас затягивается шоппинг да русская охота это сама майма да вот мы едем по моими селение такое мы мимо горного тайска туда заезжать не будем хуяник здесь боже здесь столько магазинов ребята суши но ножик же есть да начальная школа внизу что ли начальная школа сверху жилой дом как интересно с дубровка заказывали такси на вот смотрите на дубровка красота выходи красотка ну вот мы смотри не вздумай туда прыгнуть вот смотрите мы ехали ехали и наконец приехали это опять катун чуть подальше маймы я нет тебе нравится здесь нет мы подальше пойдем вот смотрите такие валуны лежат первый раз я на катуне а можно вот потому пройти смотрите мозг какой фотофессия идет главный актер почти уснул баю-бай баю-бай а мы будем релаксировать около воды занимается кто чем коля пел борис молчал николай на гость или как там петя пел я уже все позабыла да андрей инстаграме ца настья а по камешкам а по камешкам а по камешкам речка бежит вдаль далекую к морю синему пути и беспокойный лежит а пока 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 мишка короче я певица какая красота все таки от тишина спокойствие какое-то умиротворение ну что ребята хочу вам показать вам улов я думаю мы голодные не останемся ой смотрите какой наш сын поймал рыбёху это просто три килограмма рыба 3 чё ты в луже такой тут разводится рыба вот же видел знаешь как клюет я с детства так не рыбачил ой рыба рыба смотрите да я тебе говорю тут их полно рыба моей мечты ну давай бери оп я наверно часть мир ну буду тебя на надевать фон сорвалась щука сорвалась папочка папа ты знаешь чем я была за лета прудиком для рыб когда ты их наловишь ой 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 чё смотрите четыре уже это на ушицу уже для запаха есть а если еще четыре это уже и на если можно и убежит заделаю взялась внучка пока ничего не получается съели показывай так а улову то все больше и больше ребята ну обалдеть слушай ну вот такую мы покупаем рыбу соленую да конечно то же самое это вкуснее еще вот мы тут стоим а тут кроме нас еще народ мы решили сходить на мост вон на тот он мост ну пойдем ну и как всегда наша безхозяйственность видите плиты валяются красота россия богатая страна ого смотрите какая порода какие валуны тут вот это круто видите тут и лариса у нас скалолаз скалолазка моя альпинистка моя владимир семенович лучше гор могут быть только горы смотрите какой трос идет держит мост чтоб он не раскачивался вот решили на мост зайти 50 рублей с человека кроме ветеранов великой отечественной войны инвалидов первой и второй группы ну то есть ветераны могут бесплатно интересно много тут ветеранов ходит все назад позволено вернуться нельзя только туда выходить с моста с моста не сходите главное так вы можете там ага понятно спасибо Натюш Нормально мост уже не знает какой постройки советской по 50 рублей с чего ты что 150 рублей дала да я думал он из плита это бревенчатый ну да по нему и машина может пройти он шатается идем он прям прям так играет а что толку вместе упадем смотри ух ты там что то построено ну потому что он подвесной Юр что там написано где queen там по-английски что-то написано ну вот здесь в этом месте не будет шататься вот в этом потому что мы на колонне да просто перейти через реку 150 рублей для троих это офигеть и назад 150 если сошли с моста тут кое-кто замочки вешает смотрите какие новенькие можно сказать ты со своим мужем сюда приедешь ну по-моему давайте папа посмотрим где он там рыбачит ого трос ну нет нет примерно диаметр троса а ну реально упала нах а а ну ты что тянешь то ну куда ты торопишься смотрите как классно такая река немножко белесая видимо известняк идет с гор вместе с этой водой катунь катунь с высоты птичьего полета что там за здание не знаю даже надо погуглить смотрите ребята мост а там а там внизу вода без ну что девушка как вам нравится нормально ты не боишься да не боится а это вот смотри видимо можно сплавляться ну за деньги на одном катере вон видишь жилеты ну да так 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 у меня уже выдохся нас и обгоняет не успею кто куда я вперед или туда прям конечно ты вперед ну конечно я же старенький она меня обогнала 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 вот его баба Лариса подоспела баба Лариса я девушка вообще-то вообще-то увидали так вот этот мост оказывается называется Айский Айский мост переход в Алтайский край а мы в Алтайском крае окажется были видите пока мы ходили один Хариус даже поймался вау сынок наловил тут на держи ехали ехали на 465-ом километре решили заехать за водой с Андреем так вот спуск тут к источнику ну-ка это было до ныне так ну чё вода как вода с чем там написано с вонами серебра нормально чистая вода все мы у нас будем так так пятерку набираем бежит не шибко видать пересохло да кран маленько прикрыли что чтоб не хулиганил заехали мы в деревню или в город Манжурок здесь был фестиваль 50-х 50-х годах монголы приезжали вот смотрите тут какая ярмарки тут ну смотри так большой городок это что город что ли? я не знаю что Манжурок там в Америке был бы город там два дома это уже город помнишь как мы на фестиваль поехали в город какой? в город Брюс в город Брюс мы не могли найти где этот город сарай какой-то сарай это город такое ощущение как будто сверху а вот Манжуроки видите перевернутый дом ааа я туда хочу ну что там даже ходила перевернутый дом в Сочи ну там мне не понравилось я хочу в каждую пойти короче где будет Усима там нам надо будет поворачивать свежий напиток бочкари из танка что значит из танка там посередине танк танк это большая емкость ну я поняла танк это канистра заброшенный дом пленами зарос чайная зиму не говори так тут смотри сколько сувениров а что здесь одно этаж доехали мы до села Манжурок теперь наша дорога пойдет не по Чуйскому тракту а мы должны свернуть в Чемальский тупик а сворачивать мы будем в Чемальский тупик ну это в кавычках конечно тупик потому что как бы Чемал это курортная очень курортная зона и поэтому продолжение этого видео будет после того как мы свернем в сторону Чемала ну то есть если смотреть с трассой то налево продолжение нашего видео смотрите ближайший день 2